Это в том городе, где уже было от 20 до 30 церквей. Тогда зачем же начинать новую? Почему бы не присоединиться к этому, который уже существует, и не помогать там? Причина в том, что мы хотим достигать ту группу людей, которую никто не достигает. Иногда мы встречаем, что церковь нацелена только на одну узкую группу людей. Очень часто это очень узкая группа людей. Они не хотят, чтобы алкоголики приходили к ним в собрания. Они заинтересованы только в достижении таких красивых, приятных людей. И с одной точки зрения, в этом нет ничего плохого. Вообще-то я считаю, что есть плохое. Но мы хотим достигать тех, кто действительно нуждается в помощи. Очень часто нет такой церкви, которая достигала бы все группы. Этот стиль посаждения церкви не должен нас убеждать, что другие церкви, чтобы они думали, что мы хотим украсть их овец. Нет ни одной церкви в том месте, где мы начали свою. Это часть города, которую немного дали от центра. Там была церковь, но она распалась. Но мы хотим начать там. Мы хотим начать в той области, и там живет около восьми тысяч людей. Там нет церкви, которая их достигает. Как я уже сказал, у нас около пятидесяти-шестидесяти людей в церкви, которые с этого места и которые уже приняли Господа в свою жизнь. И другие церкви, они не чувствуют, не считают, что мы их пытаемся убрать у них овец. Потому что мы очень ясны в том, что мы в этой территории и в этой группе людей, которые на данный момент никто не достигает. И очень часто нет ничего плохого иметь новую церковь. Но вы должны определить, в чем ваша цель, в чем ваше видение. И тогда вы можете начинать новое собрание. Номер шесть. Назначение старейшин. Это важная ситуация. Мы читаем, как Павел и Варналы, возвращаясь в Листру, иконию назначили старейшин. В каждом из этих мест они исполняли это, молясь и пощаясь. И передавая их Господу, Которому они доверяют. И мы об этом можем прочитать в Деяниях 14 глава, 21 стих. И Weiter! Деяния 14 с 21 по 23 стих. Они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Я хочу обратить ваше внимание здесь на что-то. Когда они говорят с ними об этом, то они говорят о Царстве Божьем. Мы должны понимать этот подход. В одном смысле вы не приводите людей в свою поместную церковь, собрание. Вам следовало бы приводить их в Царство. А Царство, оно больше, чем поместная община. Я верю, что наступает такое время, когда этот подход должен быть пересмотрен. Когда речь не идет о том, где вы находитесь, но речь идет о большем. Божье Царство – это там, где мы должны быть. И наше отношение с Царством, оно также очень важно. Вы все украинцы, я так думаю. Если нет, то поднимите руку. У нас есть несколько. У нас есть несколько этих разведчиков. Но вы принадлежите определенной стране, у вас есть национальность. Но в Царстве есть только одна национальность. Я был рожден в Англии, я по национальности англичанин. И у нас до сих пор есть королева. Я просто... Это в других словах, которые я не пытался сказать, но королева, правильно. Спасибо, Даниил. Я понимаю этот принцип королевства. Многие национальности этого не понимают. Он помогает нам в наших взаимоотношениях с Богом. Но также Он поможет нам в взаимоотношениях друг с другом. Но, несмотря на то, что у меня национальность англичанин, я не чувствую себя как англичанин. Я покинул Англию, когда мне было 20 лет. И я не жил там с того времени. Я ее посещал, но я не жил там. Но я жил во многих других странах. Я имел опыт разных культур. И когда люди меня спрашивают, кто я по национальности, у меня проблема. А обычно я говорю, что я принадлежу Царству Божьему. И потом они нас смотрят, как на сумасшедшего. Потому что они не понимают, что это значит. Но это истина. Я не размышляю о себе как англичанин. Я рассмотрю себя как член Царства Небесного. Потому что это важно. Однажды в один день мы будем в Его Царстве. И то, что мы сейчас духовно переживаем, потом мы будем переживать в телесной форме. Это важный принцип, который нужно понимать, когда вы приводите людей к взаимоотношению с Богом. По-другому, если попытаться объяснить, давайте поразмыслим о футбольной команде. Я не очень хорошо разбираюсь, кто там в футболе играет. Но у нас есть такой парень, которого Месси зовут. Я не знаю, в какой команде он принадлежит. Кто-то знает? Барселона. Барселона. Хорошо. Но в любом случае. Он в Барселоне. Хорошо. Допустим, он в Барселоне. Хорошо. И теперь, какая команда в Италии? Ювентус. Хорошо. Они хотят его купить. И его, допустим, трансфер из Барселоны в Ювентус. И его, допустим, трансфер из Барселоны в Ювентус. И в один день менеджер команды Барселоны говорит Месси, тебе нужно сделать это и это. Но он ответит, я больше не в Барселоне, я уже в Ювентусе. Но поэтому он больше не под властью Барселоны. Понимаете, о чем я говорю? Вы перешли от темноты во свет. Поэтому живите во свете. Не живите в тех старых местах. Вы не под властью тех старых мест. Вы под властью Божией. Новизна той церкви означало, что старейшинам было не больше двенадцати месяцев в вере. Во множество случаев сегодня у нас есть требования к тем, кто хочет стать старейшинами, чтобы они были несколько лет верующими. И это, опять же, неплохая вещь. Но тут мы видим, что у них не было выбора. А им нужно было найти тех людей, которые смогут исполнить эту позицию, потому что это было необходимо. Но также помните следующее. В этом есть разница. Которая только что указал. Так как Павел и Варнава проводили время в тех местах, они учили их каждый день. В течение нескольких часов. Поэтому они начали расти достаточно быстро. в том понимании, что является быть верующим. И также, что значит быть в позиции власти. Многие из нас не было такого времени для школы роста. Мы стали верующими. И мы ходили один или два раза в неделю на служение. И, возможно, или, может быть, мы не получили хорошего учения. Но нет такого систематического обучения. И это следующая точка, которая я считаю очень важна в росте церкви. И в нашей церкви, в Финляндии, мы ищем, как решить этот вопрос. Это не всегда просто. Многие из вас живут достаточно далеко. Поэтому не очень доступно приходить каждый день, чтобы получать обучение. Я понимаю это. Но я понимаю следующее. что есть очень огромная коллекция видеоматериалов, которые вы имеете в доступе. Даже я думаю, что мои учения. Я не знаю, сколько там часов. Потому что за 11 лет их достаточно много. Я проговорил здесь очень много часов. Это доступно, и поэтому и другие люди говорили здесь также. Эти материалы доступны к вам, поэтому используйте их. Они помогут вам расти. В нашей ситуации в Финляндии с этим немного проще. Потому что, как я сказал, мы достигаем одну определенную территорию. И приблизительно это где-то полчаса с одного края в другой край. Поэтому не будет очень сложным собирать людей для регулярного обучения. И это то, о чем мы размышляем. Потому что мы понимаем, что это важно взращивать людей. И чем быстрее они будут обучены, тем быстрее они будут использованы в Царстве. Но давайте вернемся к той ситуации, которую мы имеем здесь в Писании. Они выбрали тех, которые уже взрослые достаточно, чтобы служить другим. Но Павел увидел, что есть необходимость в определенной форме лидерства. Но, еще раз, это всегда речь идет о команде. Множество. Я хочу, чтобы вы заметили кое-что здесь. Написано, что они назначили старейшин, не пастырей. Неужели я это сказал? Я понимаю. Но я думаю, что нужно смотреть на то, что Писание об этом говорит. Павел и Барнава выбрали определенное количество мужчин, чтобы вести собрание, общину, как команда. Еще раз, важность взаимоотношений. Они встречались вместе, молились вместе. И принимали решения вместе. Мы видим этот пример старейшин в водительстве общины сквозь все деяния. Апостолы решили вопрос лидерства в поместной общине, чтобы община могла стать самоуправляемой и не зависела от основателя. Но также мы видим здесь пример, как старейшины были назначены всей церкви. Члены общины подтверждали апостольский дар. Это слово в Писании может быть понято в два варианта. Буквально означает поднятая рука. Иными словами, старейшины выбирали поднятием рук. Но также может быть истолковано, как те, которые выросли в поместном собрании. И это то истолкование, которое я больше предпочитаю. Потому что это то же, что я делаю. Когда я смотрю на церковь, я смотрю, кто растет, кто имеет этот дар. Кто понимает ситуацию здесь. И потом я ищу тех людей, которые могут стать частью лидерской команды. В миру как делают? Берут какого-то человека и ставят его в лидерскую часть команды или компании. И они в таких случаях просто повторяют то, что они делали в других ситуациях. Полностью игнорируют ту ситуацию, в которую эти лидеры попадают. Всегда самое лучшее в своей общине взращивать своих лидеров. Потому что они часть этого тела. И в некоторых вариантах служение апостолов, оно очень определенное, ясное. У нас есть шесть пунктов. Первое – это достижение городов. Второе – это в этом пункте есть шесть пунктов. Да, то есть в этом шестом пункте, сейчас он пересчитает шесть пунктов. Он здесь сделает… Да, не смущайтесь. Сейчас он говорит о тех функциях, которые должны делать апостолы. Первое – достижение городов. Второе – проповедь Евангелия. Адаптируя к той ситуации, в которой они находятся. Третье – это делать учеников. Вместо того, чтобы просто делать, чтобы люди принимали решения. Оставаться с ними и обучать их. Оставаться, чтобы они оставляли после себя поместную общину. И шестое – это назначать старейшин, чтобы они вели это собрание. Хорошо. У меня есть пункт на 5 минут, но я буду остановиться здесь, потому что мы можем продолжать сегодня с новым пунктом. Хорошо? Хорошо. Итак, мы закончили немного поздно, но не будем. Хорошо. Мы повторяем сейчас этих шесть пунктов. Достижение ключевых городов. Второе – проповедь Евангелия, адаптируя его к слушателям. Третье – создание учеников, а также решения. Принятие решений. Хорошо? Речь не идет, чтобы люди просто подняли свои руки. Это делание учеников. Четвертое – пребывание с ними и их обучение на личном уровне. Это также очень важно. Если вы ведете кого-то в взаимоотношениях с Иешуа, вы становитесь ответственным за него. Вы приносите ребенка в мир. Вы не оставляете его где-нибудь. Хорошо? Вы можете чувствовать, что у вас это не получится, вы не сможете это осуществить. Но помните, это не у вас, а у Бога, который внутри вас. И Он дает вам эту мудрость. Хорошо? Поэтому вы должны оставаться с этим человеком. Обучать его. Помогать ему. Настолько, насколько вы это можете. И также знакомьте его с теми, кто сможет ему помочь. Номер пять. Посаждение церквей, чтобы они иметь место, где они должны быть. Хорошо? Это также важно. Когда вы ведете кого-то на личном уровне и приводите его к Господу, приведите его в собрание. Представьте его людям. Помогите им. Чтобы они не чувствовали себя... Чтобы они не думали, что же это происходит. Объясняйте им, что происходит. Вдохновляйте их. Хорошо? И шестое, последнее. Должно быть лидерство, которое ведет это собрание. Хорошо? Это составные части апостольского служения. Но они также применимы к нам на индивидуальном уровне. Хорошо? Мы все являемся частью тела. Вы не можете сказать, что это не моя работа. Вообще-то, достижение людей – это всегда часть ученичества. И если у вас есть честь вести кого-то к взаимоотношениям с Ешо, помните, что вы ответственны за него. Хорошо? Хорошо. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!